В доме музея Ленина 26 июля отметят 192 года со дня рождения талантливого педагога, директора народных училищ Симбирской губернии, главы большого семейства Ильи Николаевича Ульянова. Илью Николаевич называют одним из создателей ценного педагогического наследия для России. В доме на бывшей Московской улице Ульянова прожили 9 лет. Именно здесь, в своем кабинете, Илья Николаевич принимал приходивших к нему за советом учителей. Всегда и во всем Илью Николаевича поддерживала большая дружная семья, и они видели, как много сил великому делу народного просвещения отдает отец. Ко дню рождения Ильи Николаевича Ульянова в год столетнего юбилея самого музея была обновлена экспозиция. В кабинете директора народных училищ представлены все награды, которыми был удостоен Илья Николаевич. В Нижегородской гимназии Илья Николаевич был удостоен своего первого ордена, ордена Святой Анны Третьей степени. В Илье Николаевича видели талантливого организатора школьного дела. Именно поэтому в 1869 году он был направлен сюда, в Симбирскую губернию, инспектором народных училищ. Огромное внимание Илье Николаевич Ульянов уделял строительству новых школ. В период его работы с 1869 по 1886 годы в Симбирской губернии было открыто более 250 народных училищ. По инициативе Ильи Николаевича также была создана Порецкая учительская семинария. Ее выпускники пополняли ряды профессионально подготовленных учителей в разных губерниях страны. О нем, об Илье Николаевиче, в журнале Валериана Никоноровича Назарева «Вестник Европы» вышла статья. И плодотворный труд Ильи Николаевича стал известен всей России. Общей радостью для семьи стало, когда все узнали о том, что Илья Николаевич был также удостоен одного из важных орденов Российской империи. Ордена Владимира Третьей степени, который давал право на потомственное дворянство. В доме Ульяновых была особая традиция. В день рождения главы семьи они любили собираться вместе и пить чай с вишней, которая росла в саду на усадьбе. В доме музея Ленина чтят традиции семьи. И 26 июля ульяновцев и гостей города приглашают на программу «День отца». Посетителям обязательно предложат сладости и вишню, которую очень любил Илья Николаевич. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.